До официального открытия купального сезона осталось еще пять дней. Однако весенняя жара уже давно заставила людей выходить на ближайший пляж. Но даже оборудованная зона отдыха может испортить денек возле прохладной водички. Бывает, что оборудование, которое необходимо, допустим, для обеспечения безопасности, бывает, к примеру, не сертифицировано. Поэтому всем владельцам зоны отдыха мы на это указываем, и они оперативно все эти моменты устраняют. Вот, например, один из излюбленных пляжей уфимцев – райский берег. Сюда местные приходят даже несмотря на то, что понежиться на берегу здесь можно только за деньги. Уфимские спасатели приехали сюда, чтобы убедиться в том, что отдых не будет ничем омрачен. Этот берег, на взгляд спасателей, действительно оказался райским. Буйки и лягушатник на месте, а лодка в любой момент готова отчалить. Спасать тут, к счастью, пока некого. Пляж оказался пустынным. А потому мы отправились на противоположный берег озера Теплое. Там, значит, помимо правил проведения на воде, обязательно должны быть график работы. Номера телефонов, фактических служб, температура воздуха и температура воды. Там есть, чтобы вся черпывающая информация была на входе, люди могли спокойно ознакомиться. Вода на берегу Гольфстрим оказалась под стать течению в Атлантическом океане. Теплое, словно парное молоко, говорят отдыхающие, которых здесь оказалось гораздо больше. Купальный сезон в июне. Но мы сейчас, погода-то позволяет же. Лучше, чем в Краснодаре, лучше. Там холодно, у нас тепло. Нормально, нормально. Это я решила прийти сегодня утром, потому что вода чистая. А днем сейчас детворы много будет. Вот именно Мерезга вся будет здесь. Если народу к середине дня, по словам местных, будет полным-полно, то ищить со спасательным оборудованием должен быть в полном порядке. Вот только пользоваться им должны уметь все отдыхающие. И если со спасательным кругом все знакомы, то моток веревки может вызвать вопросы. Конец Александрова. Он кидается, делается как лассо. Вот эти буи, они предназначены, ну, чтобы не утонули, ну, чтобы этот страдалец их увидел и сразу цепился. Раскручиваешь и кидаешь. По возможности, конечно, удобнее кидать с лодки или с катера. Этим оборудованием может пользоваться любой? Любой, да, потому что на щите у спасателей у них свое, все в катере, в лодке находится все оборудование. К счастью, отдыхающие на безопасность не жалуются. И говорят, что на этом берегу всегда есть те, кто сможет профессионально бросить круг утопающему. Дно здесь проверенное, в смысле, ну, не наткнешься на что-либо. Всегда здесь спасатели бывают. Даже если 3-4 человека, допустим, из-за, ну, ветреной погоды какой-то, вот все равно они здесь есть. При этом спасатели говорят, что официально открыть пляжи раньше из-за аномальной весенней жары нельзя. Потому что кое-где вода все еще не сошла с берега. А потому его нельзя очистить от мусора. Вместе же с первым днем лета для отдыхающих будут открыты 10 пляжей. Егор Полторыхин, Сергей Емаев, телеканал ЮТВ.